У самарских игроков есть отличный шанс в будущем добиться больших баскетбольных успехов и, быть может, показать свой класс в сборной России. Но это пока что перспектива. Чтобы дорога наших ребят в национальную сборную заняла минимум времени, в Самару прибыли те, кто о баскетболе знает все или почти все. Чемпион Европы Алексей Саврасенко, триумфатор Евролиги Владимир Дичок и тренер сборной России по ОФП Георгий Артемьев с радостью делились опытом с молодым поколением. Будущие звезды, игроки команды дюбл баскетбольного клуба Самара внимательно следовали всем инструкциям. Выйти на новый, более высокий уровень хочется каждому. Максим, коленки не дрожали перед тренировкой с такими известными людьми? Да не особо. Знал, что должны были показать уровень на этой тренировке. Ну показали, что могли, конечно, мазали в ногу, потому что первый раз в зале тренировали за большой период. А так нет, не дрожали. Какие-то новые упражнения, может быть, вот Георгий Артемьев вам показал сегодня? Казалось, что что-то неожиданное было. Ну да, было неожиданное. Разминка довольно-таки такая интересная получилась, энергичная, больше движения, чем статики. Ну и некоторые упражнения при бросках тоже были в новинку. Общение со звездами какое-нибудь впечатление произвело? Они в жизни великие или чуть попроще, чем мы думаем? Ну думаю, что попроще, наверное, в жизни проще кажется, чем на экранах в игре. Но они, получается, добрее, чем на площадке. Лично с Алексеем Саврасенко, с твоим коллегой Бамбло поговорить не удалось. Может быть, какой-то совет дал бы тебе, как вырастив классного центрового? Ну, думаю, дал бы, но сравнить мой рост и его, конечно, на центрового я не тянул. По словам Алексея Саврасенко, уровень подготовки самарских ребят на зависть многим их сверстникам из других регионов. Первая часть тренировки была – это ОПП. Григорий Артемьев провел тренировку, такую, как он проводит в национальной команде основной. А вторую часть мы уделили внимание бросковой тренировке. То есть с выходом из-под заслуна. Сначала средние броски, потом с проходом на два шага. Ну то есть те основы, которые вот надо уделять внимание, скажем так, начальному баскетболисту, который начинает заниматься баскетболом. А себя помните в таком возрасте? Были у вас подобные мастер-классы? Кто-то к вам приезжал, что-то подобного рода показывал? Нет, таких мастер-классов не было, но мы тогда с командой, я помню, ходили на игры ЦСКА и на игры других команд. Мы там смотрели, учились, учились у наших кумиров, чтобы элементы повторять как можно лучше и как можно правильно. Понятно, что совсем немного времени провели здесь, и оценить уровень подготовки ребят сложно, но я все-таки об этом вас попрашиваю. Нет, на самом деле уровень ребят был очень высокий. Все ребята выполняли практически упражнения правильно, пробежек не было, ошибок грубейших не допускали, поэтому у них есть базовая основа, да, очень-очень хорошая. Видно, что тренер с ними хорошо работает. На словах, что хотели бы этим ребятам пожелать, поскольку, может быть, общения здесь как раз немного не хватило? Ну, ребятам в первую очередь я хотел пожелать, конечно, удачи, тренироваться, не опускать рук. Самое главное – это слушать тренера и выполнять все его указания на тренировку. Тогда у них все получится. Пока игроки трудились на площадке, за их работой наблюдали не случайные зрители. Тренеры самарских спортивных школ тоже пришли перенимать опыт у знаменитостей. Ну, а совсем еще юное поколение жаждало автографов и селфи. Все намеченные цели были достигнуты. По окончании мастер-класса еще один важный пункт программы – матч «Красных крыльев» против сборной России, точнее, ее экспериментального молодежного состава. Спарринг пришелся, кстати, для обеих команд, испытывавших дефицит игровой практики. Исполнительный директор Российской Федерации баскетбола Дмитрий Дамани высоко оценивает усилия, которые предпринимаются в Самарской области для прогресса молодых игроков. В этот раз приехали сыграть товарищескую игру с красными крыльями, естественно, сделать мастер-класс одного из ведущих специалистов по физической подготовке, Гоши Артемьева, и заслуженных мастеров, которые могут показать базовые какие-то упражнения, чтобы для ребят это было понятно, можно было что-то подчеркнуть из этого, взять какие-то упражнения на вооружение и, в общем, популяризации баскетбола. Самарская область делает многое для того, чтобы находиться на передовых позициях в юношеском баскетболе, в детском, в любительском, в других направлениях. Как это видится из Москвы, как это видится с Вашей позиции? Какое место занимает Самарская область? Ну, понятно, что не конкретно, но в целом оцените работу Самарской области, Федерации баскетбола Самарской области по развитию баскетбола в регионе. Ну, наверное, сложно оценивать какую-то ситуацию, оценивать работу то ли организации, но в целом то, что я вижу, это очень большой прогресс работы с молодыми игроками. Это очень хорошо, это то, что нужно для баскетбола в целом в регионах, работая с игроками перспективными, чтобы они больше прогрессировали в играх, больше популяризировали баскетбол и в Самарской области. Поэтому это очень хорошо, очень позитивный момент. Уже в марте экспериментальная сборная России снова прибудет в Самару. Весенний визит, вне всякого сомнения, тоже будет насыщенным и полезным.